Всем привет, с вами Галактики, и мы продолжаем играть в нашу технологическую сборку. Сегодня мы, как я и говорил, займемся уже плотненько логистическими трубами, логистическими цепями. И так как мы будем работать сразу с логистическими шасси, нам понадобится... Я думаю, мне пока что хватит логистических шасси Mark II. Крафтятся они вот таким вот образом, но мы используем чипсетики, я думаю, чтобы сэкономить немного железа, да. Потому что... Так, начинается фриза, начинаются логи, блин. Ну, ничего, прорвемся, не первый раз, и не последний, это явно. Хорошо, я включаю, значит, наш двигатель, включаю наш assembly table. О, блин, я сбил процесс создания. А можно даже вот так вот сделать, да, наверное. Ммм, как интересно. Но... Окей. Я согласен, меня устраивает такой вариант. Включаем движок. И идет процесс создания чипсетиков. Сейчас доделается этот, и по идее должны начать... Начаться... Начать производиться... Начаться... Должно начаться производство вот этих вот чипсетиков. Да? Нет? Нет? Все. Наверное. Ну, я надеюсь. Хорошо. Чипсетики делаются, энергии у нас, в принципе, хватает. Вот эти движки давно пора бы выключить. На самом деле, я как-то совсем про них забыл. Здесь мы все воюем с этим дурацким николитом. Я никак не могу додробить остатки. Так, опять никуда я засунул. Окей. Логистические шасси, значит. Логистические шасси. В любом случае, мне сейчас нужно будет подключить... Так, забираем все вот это дело. Оно нам пригодится. Так, нам нужно будет подключить... Питание. Сейчас мы все сделаем. И для этого мне еще понадобятся... Гладкий камень. Много гладкого камня. Как много, а немного. Но вообще, понадобится довольно много... Вот этих вот обычных труп. Так. Так, ребятки. Все. Фризы пошли жуткие. Пора... Пора репутаться. Не прошло и секунды для вас. И мы продолжаем. У меня почему-то так довольно часто бывает. Что... Нужно перезагрузить... Ну, запускать... После перезагрузки компьютера запускаю майн. Запускаю... Вот этот вот мир. У меня идут сразу... Начинаются фризы. Буквально сразу же. Потому что я начал записывать вот... Сразу же, как только включил... Майнкрафт. Перезагружаю его. И все. Все. Фризов больше нету. Вроде дальше все нормально идет. Вы видите, у меня здесь два сундучка. Я уже все подготовил к нашим будущим свершениям. Давайте посмотрим, как крафтятся... Как быстро крафтятся чипсетики. Вот эти вот. По-моему, с такой же скоростью, как и золотые. Может быть, чуть-чуть быстрее. Совсем-совсем немножко быстрее. Пока они крафтятся... Да, я могу показать вам, чем я занимался на досуге. На досуге я сделал таки, наконец-то, трофейную комнату. Ну, да. Что-то типа трофейной комнаты. Может быть, она маловатенькая. Но у нас есть здесь статуэтки боссов. И здесь нет ни одного факела, как ни странно. Сюда я решил положить мою первую кирку, которую я буквально в первой или второй серии запорол случайно. Так я ее не починил. И, собственно, использовать ее в черепашках я не смог. Да, это супероружие из Дивайн РПГ. Первое дальнобойное, которое проще всего сделать. Которое очень-очень помогало мне. Это топор из Томкрафта, который я нашел где-то. Ну, я не знаю, зачем я его решил сюда. Ничего в нем особенного такого нет. Но, на всякий случай, просто так для коллекции решил оставить здесь. Топор Минотавра. Ну, здесь стоечки. Будем называть это стоечками под доспехи. Это полный сет Айрон Вуд. Здесь Айрон Вуд. Инструменты и оружие. Это стил лиф доспехи. Это все, и стенка вся посвящена сумеречному лесу. Здесь стил лиф инструменты и оружие. Ну да, пустые слотики для, собственно, для всего этого дела. Посохи из лечей. Ну, и здесь стенка под разнообразные штуки из Дивайн РПГ. То есть, у меня пока что только один мечик есть. Ну, их два. Я один оставил в сундуке, где-то валяется. Не стал его вешать. У меня еще есть эндер меч, да. Но я его пока что вешать не буду. Потому что, я думаю, он мне еще пригодится. Так как этот меч у нас все-таки не бесконечный. Ну и мало ли, мало ли. Я решил пока его оставить. Так, что-то как-то мигают. Нет, все, показалось, уже не мигают. Нормально. Да, здесь набор водолаза из Индастриал Крафта. Ну, он не совсем водолаза. Но да, в нем мы водолазничали. Ну, вот такая вот у меня трофейная комнатка. Да, стенки я так и не доделал. Ребята, простите. Честное слово. И у меня появилась лестница наверх. Как вы заметили. И вот здесь вот уже более-менее обустроенная крыша. Скажем так. Я поставил второй ветряк. Все крутится, все вертится. Просто, я не знаю, они меня гипнотизируют. Я могу вечно смотреть, как они крутятся. Это просто обалденно. Здесь небольшая техническая комната с дырками. Специальные дырки под трубы. И, собственно, вот там вот у нас, как он называется, Logistic Power Junction, который наполняется энергией довольно быстро. И мы подключаем его обычной логистической трубой один раз. А дальше можем ввести, скажем так, проводку. Если можно назвать это проводкой. Как-то... Ладно. Ладно, не суть. Не суть. Мы тогда, наверное, от этого пока что избавимся. От лестнички. И переделаем ее как-нибудь немного подруг. Хотя, как ее по-другому переделать? Никак не переделать. Ну, ладно, не суть. Не суть. Не, на самом деле лестницы туда вообще не надо. Поэтому мы как-то вот так вот делаем. И идем на ту сторону. Спускаемся вот сюда. Ну, а дальше... Дальше будет видно. Так. Я решил поэкспериментировать с движками. Потому что под видео мнения разделились. Разделились кардинально. Одни говорят, что эти движки потребляют просто неограниченное количество энергии. А другие, собственно, как и написано на Википедии, говорят, что максимально они потребляют... Не потребляют, а производят. Производят 36 Майнкрафт джоулей за тик. Ну, может быть, конечно же, у меня ветряки выдают довольно мало энергии. И больше просто не получается им производить. Ну, в общем, разницы не было. Что я ставил? Один движок. Что я поставил? Три. Скорость, по-моему, не изменилась. Здесь... Ну, так. На глаз. На глаз я мерил. На глаз определял. Зато вот мне понравилось то, что здесь у меня вот так вот очень забавно разместился провод. Что не свойственно Майнкрафту. Причем, то есть, ну, я могу отломать одну сторону, допустим, да? Что не свойственно Майнкрафту. То есть, у нас в одном блоке целых три, считайте, куска провода. Это тоже очень-очень круто, по-моему. Ну, мелочь. Мелочь, а приятно. Хорошо. Энергия набирается. Здесь мы аккуратненько-аккуратненько выходим. Так как у меня джетпак. Мне вообще тут лестницы все эти не нужны. Без джетпака я уже, по-моему, давненько не ходил. Окей. И проводим трубы. Нет, 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 нет. Проводим обычные трубы. Нам здесь ничего сверхъестественного не надо. Просто обычные трубы. А вот сюда, вот в эту дырку. Поломал я все факелы, конечно же. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Как-нибудь вот так вот. Потому что мы помним, чем закончилось плохое освещение здесь. И повторение такого я не допущу. Хорошо. Так. Так. Сейчас, секундочку. Я заделаю вот эти вот дырочки. Они тут очень-очень не в тему. Я что-то совсем про них забыл. Да. Здесь конструкции все мои еще не достроены. Но ничего не поделать. Это пока что тоже не столь критично. И что мы делаем? Заворачиваем трубу в эту сторону. И сейчас мы будем заниматься сортировкой. Сортировкой. Я точнее... Наверное, будет более правильно назвать это не сортировкой, а складированием. Потому что сортировка подразумевает под собой более запланированное, скажем так, и детальное складирование. А это просто будет у нас складирование всего. Всего, чего только можно во все возможные пустые сундуки. Чтобы не допустить случаев, когда у нас закончится вдруг место в каком-то сундуке, под который я, например, под мрамор. Очень у нас знакомая ситуация. Если я, например, сделаю этот сундук под мрамор, да, то закончится в нем место. И все, мрамору будет некуда больше идти. Такого я не хочу допускать. Поэтому мы сделаем намного проще. В моем летсплее по техникпаку я делал сортировку именно детальную, именно полноценную сортировку. Когда каждому сундуку предназначались свои определенные какие-то предметы. И мне писали, ребята, зачем я так вот морочусь. Во-первых, это да, на самом деле морока та еще. А во-вторых... О, я получил ачивку, собрал дерево. Ура! А во-вторых, это на самом деле не нужно. Не нужно, если у нас есть логистические трубы. Если у нас есть... Мы пока что будем пользоваться просто трубой. Request, request pipe. Logistic request pipe. Ну, или как это называется. И мы сейчас доберемся до всего. Так рассказывать неинтересно. В общем, здесь у нас будет еще по два ряда сундуков с каждой стороны. Я думаю, этого количества сундуков мне хватит. Ну, я постараюсь, чтобы мне этого хватило. И с помощью моей логистической системы, логистической цепи, которую я вот сейчас вот уже начинаю делать предметы, которые будут, например, поступать с карьера или еще откуда-нибудь, да, вот с одного из этих сундуков, наверное, с вот этого, в общем, все будет складироваться в ближайший пустой сундук. Если ближайший пустой сундук занят, то все предметы пойдут в следующий пустой сундук. И таких сундуков у нас будет много, поэтому я думаю, все будет круто и всего будет предостаточно. Ну, если что, на крайняк мы поулышаем эти сундуки, это не проблема. Хорошо. Начинаем. Начинаем. Нет, мы не начинаем. Сейчас. Так. Пропустите. Пропустите. Вот. Теперь мы начинаем. У нас есть чипсетики, у нас есть обычные логистические трубы, и теперь нам нужно сделать очень-очень много нам понадобится сделать вот таких вот логистических шасси Mark II. очень много, потому что вот сейчас я только 5 штучек сделал всего-навсего. Но мы начнем пока что с 5. Давайте, раз у нас ближайшая труба здесь, как раз сундук пустой, хотя... Нет, это не совсем то, что я хотел, но хотя... Хотя на самом деле все равно. давайте мы спустим вот это дело вот так, и все равно нам придется... Нет, мимо. Все равно придется по низу тянуть трубу, потому что некрасиво будет сверху. Вот к этим сундукам двум. Это будут у меня главные... Главные мои рабочие сундуки, и здесь у меня главное рабочее место. Ну, поближе к кровати, конечно же. Окей. Так, взяли-взяли. Логистическое шасси. Само по себе оно ничего не делает. Оно просто является обычной... Само по себе, без модуля. Оно является... Так, сейчас я возьму гаечный ключик. Является обычной логистической трубой. Но в нее мы можем вставлять разнообразные модули, в зависимости от модулей, эта труба начинает работать совершенно по-разному. Ну, точнее, работает не труба, а работают модули. В логистическом шасси Mark II у нас есть два слота под модули. И я думаю, этого нам пока что хватит. Ну, на склад нам точно хватит. А вот дальше уже, если подключать машины, то надо будет смотреть. Во всяком случае, грехтеховские машины там, где... Хотя... Хотя... Ну, вот, в общем, это самая... Самая распространенная, самая часто используемая труба. И... Не труба, а логистическое шасси. Делаем так. Да, все будет, конечно, не так красиво, но нам зато не придется лазить по всем сундукам. Вообще, по сундукам нам не придется лазить. Ну, по-моему, это здорово. Итак, модули. Модули. Модули крафтятся... Вот это у нас модули, все которые вставляются в логистические шасси. Кстати, интерфейс мы можем открывать только с помощью гаечного ключа. Все они крафтятся из вот такого чистого, пустого модуля. Давайте мы сразу их наделаем себе. Большое-большое количество... Мне нравится, бумага, которая, конечно, где-то у меня сверху. В том крафтовских сундуках. Так, заберем отсюда пока что и железо. И железо еще заберем. Оно нам все пригодится. Да-да-да. Так, есть тростник, зато хорошо. Есть немножко бумаги. Какие-то простые зачарования лежат, которые неинтересны и не нужны мне на данный момент. Здесь пришлось сделать перестановочку небольшую. Да, все, в принципе. Бумаги больше нету, к сожалению. Но у нас есть, на самом деле, у нас есть еще големы. Големы, которые собирают мне постоянно тростник. Сейчас мы зайдем к ним в гости и посмотрим, чего у них тут такого интересненького есть. Так, а где твой друг? Еще недавно он где-то был здесь. Вот буквально в прошлой серии. В общем, в этом и есть заключается ненадежность големов. Они то и дело норовят куда-то пропасть. Или их просто кто-то убивает. Я, честно, не совсем понимаю, куда они деваются, но это не столь важно. Давайте заберем и кактусы. Они нам сейчас тоже, блин, закончился джетпак. Я поломал, наверное, кусочек грядки. Но уже грядка нам сейчас не нужна. Так, делаем как можно больше бумаги. Потому что нам модулей понадобится тоже очень много. Так, что-то лишнее было, что ли, да? Вот, отлично. И сейчас, ну, в общем, на самом деле уже не важно, куда все складывать. Сейчас нам нужно сделать еще вот таких вот кактусовых красителей. Побольше, побольше. Кстати, побольше не получится, да? Потому что нет, получится нормально. Трубопроводку я уже разобрал. То есть все предметы остаются вот здесь. Но не важно. Так, нам еще понадобится редстоунчик, да? И золотые наггеты. Наггеты золотые, которые я все переработал вот в эти штуковины. Ну, ладно, давайте мы сначала попробуем сейчас, да? Разбираются? Разбираются. Все. Все. Это все, да. Место закончилось, теперь это все. Ну, окей. Значит, еще редстоунчик. Сейчас редстоунчик. Давайте сделаем, сколько у нас получится. Нет, не так. Вот так. Так не получится, да? Я бумагу выложил, но это не важно. Сейчас сделаем половину стака. 32. Ну, нам понадобится на самом деле больше. Потому что нам нужно будет поставить по два модуля в каждую трубу. Какие модули, я потом со временем потихонечку все расскажу. Во-первых, нам нужны item-sync модули. Вот это модули, которые являются заменой... Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Заменой обычной... Ну, как, не заменой, а, да. Нет, я... Да, я неправильно говорил. Когда говорил про то, что шасси работает как обычная логистическая труба. Она работает как логистическая труба, обычная, только для распределения предметов. То есть, она позволяет пропускать туда, куда нужно предмет. То есть, если бы здесь был, кстати, перекрестков, вот таких вот, быть не должно. Они все должны быть... Все перекрестки... На всех перекрестках должны стоять именно логистические трубы простые. То есть, и... Вот здесь вот у нас перекресток, и логистическое шасси работает как обычная труба, которая показывает предмету, в какую сторону ему нужно идти, чтобы он не пошел туда, куда не нужно. Ну, как было бы, если бы у нас стояла здесь обычная труба. Но логистическая труба имеет в себе интерфейсик такой. Она позволяет запрашивать... Не запрашивать, а сортировать предметы, скажем так. То есть, если бы я поставил здесь логистическую трубу и сказал, что... Так, тихо. В этой трубе должны... В эту трубу должны поступать только лишь редстоунчик. То есть, если бы у нас попадал в нашу логистическую сеть редстоун, он бы шел только в этот сундук, только через эту трубу. То есть, а... Шасси так не могут. Поэтому я был неправ, когда говорил, что шасси работают как обычная логистическая труба. Ну, я частично был неправ. Для этого нам нужны как раз айтемсинг модули. Которые заменяют... Ммм, это железная... А, ну, в принципе, железную шестеренку мы можем заменить редстоун... Тьфу ты... Железным чипсетиком, да. Забираем. В принципе, крафтятся они довольно хорошо. Довольно быстренько. И, в общем, нам понадобится целая куща, целая тонна вот этих вот айтемсинг модулей. Будем делать мы, естественно, вот такие, чтобы не делать шестеренки. Хорошо. Сейчас мы сделаем... Кактусы нам надо. Да. И редстоунчик. Еще редстоунчик у нас есть. Окей. Как, как, как? Карточка в середине, да. Все. Я понял. Айтемсинг модули. Да. Тринадцать штук. Окей. Ну и мы их сразу вставим в вот эти вот все четыре сундука. Но пока что на четырех мы проведем эксперименты, да. А там уже между сериями я доделаю как бы более-менее до адекватного вида всю эту систему. Теперь появилась у нас кнопочка, которая открывает интерфейс обычной логистической трубы. И теперь мы ставим вот этот параметр на ES. То есть это будет показывать, что в этот сундук идут все предметы по умолчанию. Здесь мы делаем то же самое. То есть когда этот сундук заполнится, все предметы будут идти дальше в этот сундук. Окей. И сюда. Окей. Есть такое дело. Теперь нам надо провести, ну допустим вот к этому сундуку. Сейчас мы будем проводить, во-первых, мы сверху поставим, вот так вот сделаем, чтобы было симметричненько более-менее. Ой. Ну я как обычно поломал что-то лишнее. Вот так вот. Так. Сейчас я хочу сразу поставить сюда request pipe, request logistic pipe. Это обычная труба с двумя золотыми чипсетиками. Вот так, вот так, вот так. Так, request logistic pipe позволяет нам запрашивать какие-либо предметы. Окей. То есть в этом сундуке я буду только делать запросы. И будет в этот сундук поступать только то, что мне нужно. Мы видим интерфейс, который на данный момент пустой, в котором есть строка поиска. И с этим мы совсем сейчас разберемся. Окей. И здесь тогда, наверное, давайте мы переделаем. Вот так вот. Такая пьянка, чтобы не ставить дополнительную логистическую трубу сюда. Так, вернись. Мы сделаем вот так вот. Ну и будем нажимать сюда. Есть еще один прибор, который, ладно, мы до этого тоже доберемся. Сейчас наша цель поставить еще одно шасси. Так. Так. Шасси, шасси, шасси. Нету больше шасси, но то сделать у нас нету. Модулей нету, ничего нету. Окей. Сейчас. Вот. Отлично. Сделаем еще одно шасси. Оно нам сейчас тоже понадобится. Это просто волшебство и магия. Это вот то, ради чего я все делаю. Ну, сейчас я покажу, покажу, покажу. Ставим сюда шасси и спускаем все это дело трубой вниз. Сейчас мы это дело соединим, проведем, подведем к, подключим, правильнее будет сказать, подключим все это дело к нашей логистической, да, все, все мимо. К нашей логистической цепи. Отлично. Все, тут перекрестков нету. Здесь у нас перекресток. Давайте мы поставим тогда сюда базовую логистическую трубу. Вот так вот. Отлично. Ну, и теперь введем все это дело куда-то, ага, вот сюда. Соединяем, соединяем, соединяем. Можно даже, на самом деле, нету никаких совершенно проблем. Главное здесь поставить вот эту перекрестную такую трубу логистическую нашу. И можно соединять тогда вот таким вот образом. Так, а почему, 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 почему не горит зелененьким, не горит зелененьким? Вот интересно, может быть... А, нет, все горит зелененьким, все нормально. Или нет, или да, или нет, или нет, или нет. Ладно, сейчас посмотрим, может быть, на самом деле, энергия идет... Хотя, вроде все нормально, нет, не нормально. Сейчас разберемся. Может быть, просто энергия идет на определенное расстояние. Тут я этот момент не учел, на самом деле, потому что думал, что все будет круто и так. Окей. Теперь, здесь нам нужно поставить экстрактор-модуль, который бы забирал отсюда во все предметы. Полностью все предметы и отправлял их вот в те вот сундуки. Значит, делаем экстрактор-модуль. Лучше сделать сразу же экстрактор-модуль МК3. Я думаю... Ну да, на него понадобится сделать алмазную шестеренку или алмазный чипсетик. Но это того стоит, потому что позволит нам... В принципе, даже можно сделать их побольше. Потому что позволит нам отправлять предметы не по одной штучке, а по целому стаку. Что тоже очень-очень круто. Именно многие не любили Logistic Pipes, потому что он не умел отправлять, ну, работать со стаками предметов. Теперь появились модули, которые работают с полным стаком предметов. Например, провайдер-модуль отправляет целый стак второго уровня. Экстрактор-модуль отправляет тоже целый стак предметов. И работать просто с логистиками стало одно удовольствие. Но сейчас нам нужно еще сделать один чипсетик. Давайте дождемся, пока сделает... Мне понадобится еще золотой, по-моему. Сейчас посмотрим. Экстрактор. Нет, один всего лишь. Хорошо. Все, делаем алмазный чипсетик. Скорость одинаковая, мы видим. Сейчас мы глянем, остались ли у меня здесь золотые чипсетики. Да, один золотой чипсетик есть, хорошо. И сейчас мы сделаем то, что нам нужно. Экстрактор, экстрактор, экстрактор-модуль. Вот. Для него нам понадобится лазуритик. Хорошо. Не проблема. И мы продолжим. А, блин, это дело... А, все нормально. Все нормально. Алмазный чипсетик будет делаться дольше. Ну, хорошо. Мы пока... У нас, нам есть чем заняться на самом деле. Хорошо, хорошо, хорошо. Лазурит. Нужен лазурит. У меня много лазурита. Кстати, я не сказал, вот там синее стекло у меня было сверху. Я его покрасил лазуритом. Красится точно так же, как шерсть, ну, или что-нибудь другое. Точно так же, абсолютно. Окей. Кладем пустой чипсетик. Сетик, чипсетик. Я все пустые чипсетики потратил, да? А, нет, вот они все лежат. Хорошо. Запомнить надо бы. Окей. И получаем экстрактор-модуль. Сейчас он мне нужен только один, потому что мы будем только с одним сундуком работать. Так. Экстрактор-модуль, экстрактор-модуль. Хорошо. Берем золотой чипсетик. Получаем экстрактор-модуль МК2. Что, в принципе, тоже уже довольно неплохо. Но я бы хотел все-таки сразу поставить МК3. И чтобы забирали у меня целые стаки предметов. Ну, это будет долго. Ладно. Все-таки проапгрейдить я смогу в любой момент. Поэтому мы поставим... Где он? Где он? Я в сундуке оставил. Мы поставим поэтому обычный экстрактор-модуль. Ну, в смысле второго уровня. И здесь все ставим на дефолт. Да. Если я не ошибаюсь. Ориентейшн дефолт. Хорошо. И я все правильно думал. В общем, логистики у нас не подключены. Вот эти красные полосочки значит, что... Что-то тут не то. А не то может быть из-за нехватки энергии. Или из-за того, что где-то я пропустил трубу. Что тоже вполне возможно. Зная меня. Мои способности. Давайте я возьму джетпак. Наденем. Сейчас мы быстренько все это дело проверим. А может быть на самом деле... Все это дело работает на какое-то определенное расстояние. И нужно ставить Power Junction пониже. Пониже. Ну, да. У него он энергия заполненный. Но, к сожалению, все это дело никуда не идет. Почему так? Непонятно. Трубы вроде бы везде есть. Да? Нет? Давайте поставим здесь. Попробуем базовую логистическую трубу. И увидим, что ничего не произошло. А если мы где-нибудь поближе поставим. Например, вот здесь. Все равно ничего не произошло. Может быть, просто нужно подключать Power Junction не снизу, а сбоку. Вот в чем дело. И об этом деле я совсем не подумал. Потому что у него какое-то подозрительное. Вот здесь вот снизу. Четыре точечки. Да. Всегда я его подключал сбоку. И все отлично работало. Ну, раз такое дело. Тогда мы поставим... Здесь делаем дырку. Поставим здесь трубу. И подключим... Сейчас подключим ее снизу. В смысле сбоку. Сбоку снизу. Так. Вот это мы закрываем. И опускаем вниз. И вуаля. Загорелось зелененьким. Значит, просто нужно подключать все это дело не с боку, а снизу. Фу. Наоборот. Не снизу, а сбоку. И мы видим, полным ходом идет доставка полезных и не очень ресурсов. Но по единичке. По единичке. И все это идет вот в эти сундуки. Все теперь горит зелененьким. Все отлично. Все пошло в эти сундуки. Точнее, не в эти. А только в этот, по идее, должно все идти. Все должно идти в первый сундук. Да. Ну, все так и есть. Все правильно. Сейчас мы дождемся, сейчас мы дождемся, когда у нас крафтится. О, скрафтился уже. Хорошо. Все, все, все. Делаем дальше вот эти. Делаем, значит, апгрейд. Подожди, подождите, подождите. Делаем апгрейд на экстрактор модуль Mark III. О, да. Все. Видите? Пошло дело. Пошло. Скорость просто сумасшедшая. У нас освободился сундук в считанные секунды. То есть я могу просто приходить, выкладывать сюда предметы с пробелом, и оно все будет идти. Вот эти сундуки. Просто обалденно. Обалденно. И вот все оно идет сюда. Ну, чтобы скорость не падала, как мы вот сейчас вот видим, нужно ставить больше логистических труб. Они тогда ускоряют предмет. Ну, это как бы такое дело. Не столь критично, не столь важно. Хорошо. Теперь вернемся к нашему реквестеру. Чтобы получить предмет какой-то из вот этой логистической цепи, нам нужно вставить в эти сундуки, вот в эти шасси, провайдер модули. В провайдер модули тоже желательно, конечно, ставить Mark II, чтобы получать предметы стаками, что мы в принципе и сделаем, но гораздо позже. Потому что у нас сундуков целая, просто куча. И во всю эту кучу сундуков вставить вот эти вот модули Mark II будет дороговато. Очень дороговато. Но это цель, к которой мы идем. Потому что это ускорит просто все, абсолютно все. И это будет просто обалденно, очень здорово. Но будет немножко попозже. Хорошо. Провайдер модуль. У нас сейчас он один, да, мы можем сделать... Давайте переключим наши лазеры на производство вот этих вот золотых чипсетиков. Чтобы наделать побольше провайдер модулей. Окей. Вставим пока что вот в этот первый сундук. Как раз он у нас практически заполнился. Провайдер модуль. Тут в принципе настраивать ничего не надо. И теперь, когда мы подойдем к вот этой трубе, кликнем по ней правой клавишей. Именно кликнем гаечным ключом. Мы увидим весь инвентарь этого сундука. Когда у нас будет шасси по всем сундукам. Когда у нас будет провайдер модуль. Ну, в общем, вот такая вот система. ItemSync и провайдер модуль во всех сундуках. То мы, во-первых, сможем убрать любой предмет из сундуков. Просто листая здесь странички. Или написав, например, мультиметр. Вот точно так же, как в Notan of Items. Точно такая же система, да, у нас. Фильтр. Просто пишем. Вот Charm of Keeping не надо, да. Вот взяли, Charm написали. Взяли один Charm. Например, вот я сейчас захочу, например, взять вот гаечный ключ, допустим. Charm of Keeping, как гаечный ключ. Берем Range. Нажимаем кнопочку. Выбираем количество. Если мы выберем большее количество, чем у нас есть. И чем мы сможем скрафтить со временем. Когда у нас будет подключена автокрафтовая система. А все, это будет, ребята, у нас. То нам выдастся ошибку, что нам не хватает 7 ключей. Мы можем запостить это в лог. Чтобы мы запомнили, сколько нам чего нужно. Например, если мы будем заниматься автокрафтом, это нам очень пригодится. Потому что, когда он нам напишет, что не хватает для крафта, например, самой супер-пупер солнечной батареи, какого-то количества ресурсов, мы нажимаем кнопочку Log, и у нас это количество ресурсов в чате все будет. И мы идем, ищем ресурсы, добываем, например, и складываем в логистическую систему. И нажимаем еще раз, и все нам крафтится. Ок. Если мы поставим количество нужное, нажимаем Request. Нам пишет Request Successful. И мы закрываем все это дело, и гаечный ключ у нас появляется в сундуке. В сундуке, который подключен к вот этой трубе. Также есть еще штуковина. По-моему, она как-то Request называется. Вот этот вот, да, маленький девайсик. Да? Frequent? Нет. Наверное, это не он. Ммм. Ммм. Так. Ладно, я забыл, как называется этот девайсик, который позволяет подходить к любой трубе. К любой, совершенно к любой трубе. Кликать вместо гаечного ключа, просто носить с собой этот девайсик. Просто можем подойти к любой трубе. Кликнуть, будет открываться все точно такой же интерфейс. Может быть, кстати... Хотя, нет, Request я набирал, да? А может, как раз Frequency Transmitter. Ну, не помню. Честно, ребятки, я забыл. Простите меня, такого плохого. Но она мне просто не нужна. Потому что все мое обращение с логистиками, с логистической моей цепью будет заканчиваться вот здесь. То есть, например, мне нужен меч. Берем, нажимаем Request. И ждем. Сейчас он появится. Можем видеть, как он придет вот сюда. Если бы мы поставили больше логистических труб, вот в этой цепи, то может быть, он пришел бы быстрее немножко. Например, если мне это не нужно. Ну, вот, допустим, я нажимаю пробел. С пробелом забираю, выкидываю все шмотки в этот сундук. Все уходит. Ну, не нужно мне, да, ну, допустим. А вот сейчас, ну, вот, оно идет медленно. Надо поставить больше таким труб. Давайте, наверное, сейчас как раз этим займемся. Чтобы не падала скорость. Ну, хотя, по идее, по идее, не знаю. Я думаю, что будет быстрее. Тут я тоже, как бы, не большой спец в этом всем. Но, а, кстати, вот эта вот труба. Да, нет, нормальная труба была. Ну, ладно. Не суть, не суть. Сейчас проверим еще разок. Главное, что все доходит. Может быть, идет немножко долго. Мы видим, у нас уже две страницы предмета. Мне сейчас нужен джетпак. Но мы, к сожалению, не видим их заполненность. Да, ну, это не столь важно, не столь критично, по-моему. Мне сейчас нужен джетпак. Request successful. И где моя броня? Мне нужна моя броня. Вот моя броня. Например, чтобы не искать долго, да, потому что тут не отсортировано ничего, проще пользоваться поиском. Например, мне нужны чипсетики. Вот чипсетики. Давайте все 14 заберем. 14. Request successful. Поехали. Полностью все трубы. 181. 81. Да, request. Поехали. Здесь нам снизу пишет количество стаков. Что нам еще тут понадобится, в принципе? Ну, вот это заберем. 128. Да, мимо. 128 заберем. Окей. Базовые логистические трубы. 7 штучек. Тоже заберем. А вот эти вот давайте тоже заберем штукенции. Ну, все. Хотя, не все. Кирка тоже нам пригодится. Все. Таким способом мы избавляемся от хлама. Еще вот шармов киппинг, естественно, надо забрать. Конечно же. Ну и, да. Вроде бы все. То есть, пока тут одна-две странички, это, конечно, так можно быстренько на глаз найти нужные предметы. Но, когда здесь будет очень много страниц, когда у нас будут подключены все сундуки, то, конечно же, будет искать вот так вот долго. Поэтому проще будет писать, на самом деле, название предмета. И мы видим их количество. И со временем мы подключим сюда автоматическую крафтовую систему, большущую, громадную, которая будет крафтить нам, ну, если не совсем все, то практически все, что нам нужно будет. Ну, во всяком случае, все вот эти предметы, которые я оставлял, вот этих столиках, которые я не очень люблю, честно, все у нас будет крафтиться автоматом. То есть, ну, все часто используемые предметы, все мы сделаем на системе автоматического крафта. И тем более, с гректехом это нам очень-очень, ребята, пригодится. Так как у нас тут вот это вот все будет крафтить просто очень-очень долго. А так мы сможем засунуть каждый предмет по отдельности в автоматический крафтовый стол. И потом прийти сюда, нажать эту кнопочку, и у нас все это скрафтится. В момент, сразу же. Ну, единственное, что там проблемы есть с некоторыми предметами, которые не стакаются, типа Energy Crystal. Но с ними мы тоже разберемся. У нас есть там комнатка сверху, наверное, как раз там и будет, как бы, находиться система спутников. Спутников, спутников, которые, да, позволяют работать с нестакающимися предметами. Все, ребята, на этом я серию заканчиваю. Я сделал то, что я хотел. Ну, конечно же, не полностью, но частично я сделал то, что я хотел. Показал, как это все будет работать. Система шикарна, просто шикарна. Я, не знаю, просто безумно тащусь от всего этого дела. То есть, уже мы можем... Нет, нужно все-таки поставить больше спутников сюда. Спутников этих шасси на все сундуки надо поставить первым делом. А потом можно уже вот эти средние по два ряда с каждой стороны сундуков будет дополнить. Дополнить. Да. Здорово. Ну, здорово, здорово, здорово. Я просто в восторге. В восторге особенно тем, что у нас есть вот такой вот экстрактор Mark III. В прошлых версиях Logistic Pipes его не было. И логистики работали только передавая по одному предмету. Теперь мы можем передавать стаками просто с сумасшедшей скоростью. Точно так же, как я говорил уже, если мы поставим сюда провайдер модулей MK2 везде, то тоже будет у нас забираться из этих сундуков очень-очень быстро и целыми стаками. Фух. Все, ребятки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии.